привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня пришло время сделать выпуск ответов на вопросы так как меня вы спрашиваете достаточно много то те вопросы которые наиболее актуальные мы сегодня с вами и обсудим не забывайте проверить подписку и колокольчик лайки нужно будет ставить в процессе видео я вам еще об этом напомню и я решил развивать instagram поэтому снизу будет ссылочка на instagram не забывайте сделать на него подписочку и тут размещено все самое актуальное самое интересное но в картинках а мы начинаем сегодняшний выпуск ответы на вопросы погнали ну что первый вопрос сколько стоит аренда яхты на самом деле давайте я вам сейчас попытаюсь объяснить приведу примеры того сколько стоит взять в аренду лодку но от чего зависит собственно цена во первых что за лодку вы хотите взять power bot motor bot то есть у него лодки есть первичная стоимость естественно эта стоимость отображается на аренде в аренду лодки даются обычно на неделю субботы по субботу и если вы хотите взять лодку скажем на 10 дней то скорее всего у вас получится только двухнедельный период либо искать какие-то альтернативные варианты опять же повторяюсь что за лодка размер лодки в каком регионе вы лодку берете в аренду например взять лодку в аренду в греции и лодка в аренду на багамах может отличаться в пять раз опять же нужно задать себе вопрос имеете ли вы право взять эту лодку в аренду или нет если у вас страховка которая покрывает если у вас права которые дают вам возможность взять лодку в аренду если же прав у вас нету тогда вы автоматически попадаете на опцию когда вам нужен наемный капитан стоимость наемного капитана обычно от 800 до 1000 долларов в неделю плюс к этому трансфер до места и возврат капитана обратно ну естественно стоимость его жизни питания и всего-всего в период вашего нахождения на лодке далее есть такая позиция еще как страховой депозит он иногда бывает на полную сумму например полторы две тысячи долларов в рамках которых те повреждения которые вы произвели на лодке они будут вычитаться если что-то фатальное типа удар килем или там повреждения какие-то более серьезные то скорее всего это максимальная сумма которая будет снята есть бывают варианты но менее распространены когда вы платите просто сумму допустим 170 долларов и она покрывает все ваши риски но это грубо говоря как страховка но страховые компании и и последнее время не очень жалуют видимо это связано с тем что все таки всегда срабатывают страховые случаи друзья хочу вам показать сервис который называется love яхт данный сервис позволяет значительно уменьшить стоимость отдыха на яхте и упростить процесс организации яхтенных путешествий данный сервис это что среднее между блаблакаром и airbnb когда яхту арендуют напрямую у капитана или совместно с другими участниками сервис объединяет капитанов и людей которые хотят поселить и отдохнуть на воде что ж капитаны на сервисе публикуют яхтяные события любого формата туры обучающие походы переходы регаты и другие а путешественники бронируют места или яхту целиком ну что давайте теперь уделим немножко внимания и посмотрим в чем же удобство данного сервиса и так вы общаетесь напрямую с капитаном поэтому для поиска и фрахта яхт вам не нужен агент а соответственно нет агентской комиссии которая обычно составляет около 10 процентов данные туры организовывают капитаны поэтому стоимость туров уже включают услуги шкипера есть система отзывов и рейтингов которая позволяет выбрать наилучший и оптимальный вариант разный формат туров позволяет путешествовать с любым бюджетом можно забронировать месту или каюту в сборном туре или же всю яхту целиком напрямую у капитана также на сервисе есть еще более доступные по стоимости некоммерческие туры в которых участники делят все расходы на аренду яхты поровну включая капитана сейчас сборные туры очень популярны во первых снижается стоимость путешествия на яхте нет необходимости бронировать всю яхту во вторых часто возникают ситуации что не с кем отправиться в путешествие самостоятельно ехать в отдельный тур некомфортно в этом случае яхтинг это идеальный вариант атмосфера на яхтинге и особенности такого отдыха располагают к новым знакомствам большинство организаторов на сервисе являются владельцами яхт это освобождает от необходимости внесения залогового депозита и позволяет не ограничиваться понедельной оплатой арендовать яхту на любой период времени яхтинг в странах снг не так популярен как европе у большинства путешественников есть убеждение что яхтинг это дорого теперь исключая все эти дополнительные расходы стоимость отдыха на яхте сопоставимо со стоимостью с отельными турами ну а теперь давайте посмотрим как же собственно можно зарабатывать на яхтинге с помощью данного сервиса вы капитан или у вас своя яхта или например вы берете яхту в чартер заранее до начала сезона и оптом на весь сезон это позволяет хорошо сэкономить на аренде и с помощью сервиса находите участников и туры данный сервис находится в telegram и вот ссылочка на данный сервис также эта ссылочка будет в описании к видео мы переходим к следующему вопросу это яхте на и различные системы школ ну что есть различные системы школ и рвей айвайте ссс и и есть локальные школы такие как аэсэ меры конце линс ассэйшн либо израильские там сигалили еще кто-либо давайте собственно мы разберемся чем они друг от друга отличаются сразу хочу сделать небольшую ремарку вы знаете что наша школа имеет аккредитацию ассэй чтобы это не было как вот реклама нашей структуры я вам сейчас хочу просто рассказать о том чем они отличаются но в данном случае это я не рекламируем никакой сервис я просто хочу чтобы вы просто поняли что и как отличается в этих данных системах поехали но давайте сейчас сделаем небольшое отступление и поговорим в принципе о том что же такое яхтенная школа вот представьте себе по аналогии с автомобилем вы приходите на курсы вы же не приходите на курсы там в университет транспорта на вождение там легкового автомобиля конечно нет это такие ретроградные подходы никто же так не делает вы же знаете в яхтинге точно так же никто не поступает в мореходку для того чтобы стать яхтсменом потому что для управления яхтой для управления современной яхтой не нужны вот эти вот старые огромные знания которые использовались при управлении не знаю пароходом сейчас это уже естественно нету но мы говорим о яхтинге мы не говорим о коммерческом использовании и коммерческой работе там совершенно другие требования я туда даже не хочу касаться потому что к яхтингу это не имеет никакого отношения я уже об этом как-то ранее говорил но вернемся к школам если вы идете на получение водительского удостоверения вы приходите в обычную школу которая вас там есть в районе или какая-то хорошая или школа которая занимается контраварийной подготовкой вот его любая из этих школ она не выдает вам права государственного образца с этими бумагами которые вы получаете в результате окончания автомобильной школы вы не имеете права управлять транспортным средством если вы едете по дорогам общего пользования я думаю что это понятно очевидно и на этом акцентировать особого внимания не нужно но что же происходит в яхте на мире совершенно точно так же все эти системы рва и войти а эсэсэй это просто яхтенные школы которые выдают вам сертификат а уже этот сертификат соответствует знаниям или не соответствует это уже определяют те кому это сертификат будет показан например страховым это очень важный момент но о нем я поговорю немножко позже либо чартерным компаниям которые выдадут вам на основании вашего удостоверения лодку или нет и вот это два основных пункта которые нужно понимать когда вы идете куда-либо учиться ну знание это я понимаю что не нужно этом делать никаких акцентов собственно вы идете за знаниями на то что вы получаете в результате это то о чем мы будем сегодня с вами разговаривать все права вне зависимости от того в какой школе вы учились должны соответствовать системе айси си это international certificate of competence то есть это система европейского стандартизера стандарт из европейская эта система европейской стандартизации которая говорит могут ли люди находиться на воде то есть грубо говоря это просто система знаний и все школы будь то эсэсэй будь то рва и должны по этим знаниям соответствовать то есть если допустим у вас идет там моб или управление под мотором то это будет обязательно в системе требований айси си то есть все права и сэсэй айвати и рва и любые другие хорватские какие угодно они должны соответствовать айси си и вам это нужно проверить в первую очередь когда вы идете в школу потому что может быть такое что какие-то там начальные права не соответствуют айси си а следующие соответствуют но это уже ваша домашняя работа и вам этим нужно заниматься и так поехали рвей royal yachting association это британская система школ она была в мире вообще создана самая первая и естественно она является самой распространенной эта система которая распространенная именно в англом мире она там изначально и появилась ну и собственно для людей которые живут в этих регионах и общаются на английском языке данная система и была рассчитана изначально еще раз напоминаю что и рва это британская система которая про управлена британским cost guard чем же такая уникальная система рвей ну во-первых рвей это только обучение на английском языке исключительно потому что собственно сама структура сама система была сделана для англоязычного мира то есть напоминаю что в англии вообще права не являются обязательными но если вы куда-то выезжаете дальше то эти системы как раз и подтверждают вашу сертификацию вы получаете вообще сертификатов компетенции то есть это грубо говоря бумажка которая говорит о том что вы закончили курсы и не более того далее у рва ей есть очень классная программа обучения и очень классные обучающие материалы которые они потратили достаточно большое количество времени денег и сделали их достаточно хорошем виде но нужно учесть еще один момент вы не забывайте что эта система была изначально сделана для другой ментальности людей человек который живет там не знаю в эссексе в лондоне и вдруг решил научиться яхтингу он приходит в школу наверное самое последнее что ему придет в голову если вообще ему даже кто-то подскажет из наших экспатов что права можно такие купить так вот в этой ментальности нету такого вообще что права кто-либо покупает и люди приходят за знаниями так что эта часть рвей это просто особенность ментальности это не связано с возможностью или отсутствием каких-либо подводных течений при сдаче этих экзаменов но не забывайте один момент что в системе рвей принимают экзамены те же люди которые находятся во всем мире то есть у него может быть как хорошее настроение так и плохое он может там не знаю плохо себя чувствовать и не сильно иметь большое желание заниматься вашим экзаменом то есть в любом случае несмотря на стандарты обучения всегда есть какие-то моменты человеческого фактора и эти моменты также влияют на результат то есть люди могут как сдавать миллион раз так в результате ничего и не сдать а могут ничего не знать и получить права в данном случае у рвей есть единственное отличие от других школ что студенты которые закончили рвей считают себя уникальными и знаниями у них и знания уникальными скажу вам сразу что естественно ко мне на лодку приезжало достаточно большое количество разных людей и с разными лицензиями и сервей в том числе так вот у нас были люди которые были с первыми лицензиями рвей и знали все просто супер а были люди у которых реально серьезный уровень лицензии они не могли даже паруса поставить на риф приемка экзаменов или учеба это все человеческий фактор я хочу чтобы вы об этом помнили очень хорошо то есть вне зависимости от того в какой системе школ вы будете проходить обучение и сдавать экзамены в любом случае вы будете сдавать будете учиться у какого-то конкретного человека и уже то насколько этот человек захочет передать вам знания или сделать это формально будет напрямую зависит то что вы будете знать в результате поэтому ни одна система не дает вам знания она дает вам возможность учиться а уже как вы ею воспользуетесь это уже ваше дело непосредственно рвей построена по очень жесткой системы и иерархии например у меня яхт мастер ушел то есть без всяких ограничений в системе айс и сэй я хочу получить свои права в рвей мне нужно начинать с самого первого с компетент крю потом идти там на первые вторые третьи сдавать эти экзамены вместо того чтобы я мог просто доказать сразу том что я соответствую требованиям для последнего уровня то есть это такой грубо говоря сетевой маркетинг которые они пытаются развивать то есть это моя дойная корова я ее буду доить поэтому здесь все совершенно не о знаниях а исключительно о том как заработать больше денег на студентах и никто меня не убедит в обратном потому что если бы был вопрос о знаниях то люди могли быть просто показать свои знания и быть аккредитированы на определенный уровень если этого нету тогда мы говорим about money что давайте я вам сейчас сделаю такой небольшой списочек в котором покажу плюсы и минусы рвей плюсы хорошие материалы хороший онлайн хорошие стандарты обучения лицензии котируются и естественно все лицензии сертифицированы а сиси минусы обучение только на английском языке что для русскоговорящего мира является конечно полным тупиком пирамида имеется ввиду что лицензии для получения верхних лицензий нужно обязательно пройти предыдущие уровни мало тренировок означает то что вам нужно будет очень долго ждать курса потом ждать пока освободится экзаменатор и все это должно быть скорее всего где-нибудь там в районе англии то есть крайне неудобный регион неудобные локации ну и соответственно лицензии являют лицензии имеют срок годности то есть нужно вам будет переаттестовываться и постоянно дополнять бюджет школы своими собственными деньгами ну что вот и пришло время поставить лайк не забудьте проверочка лайк можете уже писать комменты если появляются какие-то вопросы ну что сервей разобрались теперь давайте перейдем к ай войти а выйти это интернешнл яхт тренинг если я не ошибаюсь это главный офис у них находится в канаде и изначально система была изобретена и открыта как школа как альтернатива эрвай но с учетом того что если вы люди могут учиться и они говорят и все делают исключительно на английском языке то в ай войти они сделали упор что люди могут учиться исключительно на языке той страны в которой они находятся и основной упор это теоретическая подготовка практически все айватишные курсы сделаны таким образом что вы должны посещать большое количество занятий проходить большое количество теории после того как вы проходите большое количество большое количество теории вы потом приезжаете на практику и есть очень часто и распространенная практика когда вы за неделю получаете вашу сертификацию вашу корочку касательно набора знаний которые нужны вообще для яхтинга мы рассмотрим в конце видео то есть я сделаю отдельный материал расскажу вам свою свою точку зрения свои мысли здесь мы не будем обсуждать плюсы и минусы я просто расскажу о том как как это работает так вот в айвайте после серьезной теории вы потом приезжайте на кратковременную практику и получаете лицензию у айвайте лицензии они выдаются на определенный срок по времени и сейчас есть одна такая очень небольшая засада с борьбот шкипером айвайте например в греции в вам скорее всего с борьботом не выдадут лодку в чартер потому что в борьботе написано day only то есть вы можете ходить только днем а в греции чартерные компании требуют чтобы была возможность day in night потому что по новому законодательству греческому если вы обладатель только дневной лицензии вы должны взять лодку и вернуть ее в этот же день в тот порт в котором вы ее взяли до того как зайдет солнце и станет темно то есть это только день если вы хотите перейти в другой то вы к сожалению этого сделать не сможете потому что для этого вам должно должна быть пометочка day in night поэтому они считают весь период времени вашего нахождения от порта то есть если вы грубо говоря в течение дня можете выйти и вернуться окей если вы в течение дня этого сделать не можете тогда к сожалению вам нужна пометка night в ваших лицензиях так вот борьбот шкипер в айвайте данную пометку не обладает поэтому здесь есть момент вам нужно проверить соответствует ли он оси си или нет я в этом не уверен но это задайте вопросы больше в школу они вам должны дать развернутый ответ недавно в системе айвайте был такой очень интересный момент есть такой некий человек джон гуди который пришел в главный офис айвайте и он начал ездить и проверять школы на правильность преподавания на соответствие и есть школы которые были исключены из системы айвайте из-за продажи лицензий либо других нарушений но на этом были пойманы и все лицензии которые были выданы этими школами были аннулированы начинание нормальная но к сожалению как всегда все зависит от человека и вот я общался джоном гуди и я ему говорю что ну для развития школы для вообще для роста бизнеса вы же рассчитываю же ориентируетесь на то чтобы распространять свои щупальца по всему земному шару максимально и получать другие школы другое обучение все 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 это же собственно является цель школы для этого нужно развивать там онлайн социальные сети он так очень грубо ответила сказал я тот человек который типа считаю что фейсбук и прочие социальные сети это полная фигня и к сожалению в современном мире данный подход являлся на мой взгляд крайне ошибочным потому что это сейчас инструменты продаж которые работают намного лучше чем любые другие средства рекламы данный подход такой как контроль качества естественно это начинание очень хорошая но с точки зрения развития школы данный подход был совершенно деструктивен может быть это должно было быть два человека может быть это должно было быть как-то там еще реализовано но к сожалению позиции данная система начинает терять на мировой арене достаточно сильно уйти есть своя система обучения то есть своя программа свои экзамены которые обязательно должны работать исключительно по той программе по которой утверждает ай войти и все экзамены отправляются потом в саму школу для даже не для проверки а просто для статистики потому что проверяют и принимают решение сдал не сдал исключительно локальная школа теперь списочек плюсов и минусов ай войти неплохая теория много школ по месту жительства то есть вам не нужно будет куда-то сильно далеко ездить легко найти як тур потому что людей учится достаточно много и туры набираются достаточно часто хотят сделать контроль качества это то что я вам рассказывал ну естественно простая сдача экзаменов потому что теорию можно подготовить а практика там занимает всего немного поэтому собственно сдается легко теперь минусы в теоретическом курсе очень много ненужного хлама который ну вот совершенно не используется мало того что не используется в современном мире так еще и не используется на начальных этапах то есть на люди которые начинают яхтить обладают большим набором знаний чем им даже нужен в принципе в теории даже при самых плохих раскладах практика не очень хорошая но это зависит напрямую от преподавателя но в целом тенденция такая в лицензиях есть только day license то есть в первых лицензиях нету пункта night ну в связи с этим лицензии стали намного хуже котироваться то есть их принимают но есть моменты когда нужно уточнять принимают ли соответственно развитие ушло в минус потому что я вам уже об этом тоже рассказывал стратегия не проактивная ну и лицензии со сроком как и в рва ей то есть вам нужно тоже поддерживать их статус постоянно теперь самая молодая система школ кстати в ней мы работаем это а с с а интернешнл селин school association то есть она полностью входит в систему айсиси то есть интернешнл certificate of competence и чем отличается ассоциация от непосредственно школ от объединения школ в одну систему то есть в ассоциации нету жестких требований касательно правил и норм обучения то есть любая школа может проводить обучение абсолютно любым способом которые она считает самым оптимальным но при этом у ассоциации есть свои материалы которыми эти школы могут пользоваться если у вас есть своя там какая-то брошюра вы можете отправить они если она действительно хорошая они ее сделают как школьной образовательной и выложит ее для использования всеми другими школами то есть это начинание достаточно неплохое так я уже говорил что нету такого жесткого подхода как и по какой программе учить вы можете выбирать как учить самостоятельно исходя из вашего уровня из вашего опыта у школы есть просто список требований которым должен отвечать кандидат то есть там моб умеет не умеет там навигация умеет не умеет там ночная навигация и есть количество часов которые студент должен отходить и тренер в системе школа ссс он определяет то есть находил ли этот человек или не находил если он не находил значит где нужно его подтянуть то есть просто список по которому школа работает и как она уже это учит это личное дело каждого преподавателя в школе то есть в рамках школы естественно школы скорее всего определят определяют свои системы образования но между школами они могут отличаться то есть это такое на мой взгляд достаточно серьезное отличие еще на мой взгляд дополнительным плюсом является то что скажем если у вас есть первая ступень допустим там барибодж 1 войти и вы хотите повысить свою лицензию то ссс они принимают лицензии других школ как за базовое знание которыми человек обладает на предыдущем уровне то есть вам нужно просто до сдать экзамен до следующего уровня показать свою компетенцию что вы умеете потом обязательная практика и принять экзамен то есть так вы можете повысить свою лицензию то есть на мой взгляд это такая достаточно неплохая функция которая но в принципе удобная как я вам и говорил очень важным моментом в любой школе является тренер и если тренер вы попадете к хорошему тренеру то он вас будет учить и стараться вложить знания если вы попадете к не очень хорошему тренеру то соответственно знание будет намного хуже поэтому выбор тренера опять-таки в той же ссс это является очень важным параметром то есть который вы должны читать отзывы смотреть как тренера учат смотреть на результаты работы если вам нравится какой-то человек который там как-то классно зашвартовался подойдите спросите что у него за лицензия где он учился может быть вы сможете просто скопировать данные навыки у того тренера который был у этого человека который вам понравился у ссс лицензии они идут бессрочные и в первой лицензии insure skipper есть такой пункт как day and night то есть ночная рулежка также присутствует ну как обычно как и в любой другой школе я хочу повториться что здесь результаты ваших знаний зависят напрямую от того какому тренеру вы попали если вы попали к клевому тренеру у вас будут хорошие знания если вы попали не очень клевому тренеру вы получите исключительно то на что вы можете рассчитывать то есть и знание которые этот тренер вам будет в состоянии дать или иметь желание это сделать поэтому очень важно выбирать правильно тренера которому вы будете идти вне зависимости от той системы школ которую вы выбрали а теперь список плюсов и минусов а ссс и плюсы лицензии бессрочные принимают другие лицензии за базу то есть вы можете поднять свой квалификационный уровень в даже в первых правах есть day and night все права айсиси сертифицированы они хорошо и очень проактивно ведут свою внешнюю политику то есть сейчас лицензии стали очень хорошо распространимы и неплохо котируется world white причем таких регионах как гонконг и прочее прочее теперь минусы пока еще школ мало то есть многие школы переходят в ссс за счет простоты документа оброта и в принципе процедуры на данный момент еще нету такой критической массы скажем как в айвайте наборы экипажа хуже чем в айвайте то есть нужно немножко больше ждать срока но значительно лучше чем рвей разные школы могут учить как угодно то есть в данном случае я это расцениваю с одной стороны как минус другой стороны как плюс потому что нет обязательной программы и программа может быть намного лучше но так как обязательной программы нет она может быть какая угодно поэтому я ее записал все-таки в минус ну и контроль качества на усмотрение школы вы же понимаете что здесь возможно некоторые преувеличения но тем не менее как и в любой другой школе это все равно на усмотрение человека который принимает экзамены ну что вот я вам и рассказал про все три системы школ наверное сводную таблицу я делать не буду оставлю это все на ваше усмотрение то есть вы понимаете что не бывает идеальной яхты не бывает идеального автомобиля это все компромиссы и уже те компромиссы с которыми вы готовы мириться и собственно формируют вашу покупку ваше решение давайте сейчас рассмотрим теперь еще пару школ то есть то как это работает в америке и в израиле просто это показательно чтобы понимать ну как устроен этот прекрасный мир такие нишевые школы как например аэсэй это american selling association то есть американская система школ но в любом случае вот в америке в израиле сделано одинаково то есть независимости от того в какую школу вы ходили вы все равно будете сдавать экзамен кому-то сертификатору то есть если это израиль это приедет какой-то специальный дядечка который будет принимать экзамен и уже в зависимости от его решения вы будете получать права локального образца то есть израильские права с которыми вы сможете ходить по территориальным водам израиля но напоминаю что это касается только тех случаев если вы являетесь гражданином этой страны если вы являетесь гражданином другой страны на вас эти правила не распространяются потому что в вашей стране могут быть абсолютно другие вы совершенно не обязаны соответствовать локальным правилам это прерогатива властей и местных жителей внутренняя тусня а если вы отучились в с американской то сдавать вы будете скорее всего костгарду и уже права это такой типа сертификат который говорит о том что вы можете ходить в территориальных водах соединенных штатов америки если вы являетесь гражданином соединенных штатов америки то есть история с израилем точно такая же и такие же правила есть и в германии и еще много в каких странах теперь давайте остановимся на вопросе что же дают собственно вам права где их спрашивают и самые распространенные вопросы и заблуждения с которыми я сталкивался если вы приходите куда-либо на свои лодки то права вам вообще не нужны потому что их не спрашивают отчасти это правильно но для того чтобы ходить на своей лодке у вас должно быть несколько соответствий во первых у вас должна быть страховка либо полное покрытие либо ответственность перед третьими лицами так вот с этим появляется основная засада потому что скорее всего вам эту страховку выдадут но в случае того что произойдет какой-то accident то тогда страховые компании начнут искать возможность вам не заплатить и внимание какая возможность вам не заплатить это покажите ваши права имели ли вы право находиться вот в том месте где произошел ваш accident и почему и что вы там делали а может быть вы делали на лодке которая больше и вы не имели права ею управлять так вот мы подходим к тому что написано в лицензии в плане того что покрывают лицензии я вам приведу на примере с сей но в каждой системе школ есть свои ограничения пожалуйста проверьте их самостоятельно и так иншор шкипер позволяет вам управлять судном на расстоянии до 20 миль от берега и лодку весом до 20 тонн вернее водоизмещением и тонны метрические то есть эти те данные которые будут у вас написаны в сертификате на лодку если они соответствуют с вашими правами значит все отлично если же произошло 21 мили от берега тогда придется наверняка платить самостоятельно и так следующий вопрос можно ли научиться яхтингу за две недели вопрос на самом деле такой он с одной стороны простой с другой нифига не простой ну давайте просто мы сейчас рассмотрим что требуется от человека который берет лодку по получению первых прав и так вам нужно принять лодку это просто common sense базовые знания и я думаю что с этим вопросов обычно не должно быть потому что это просто просто здравый смысл да затем вам нужно выйти из марины хотя в большинстве чартерных компаний не в большинстве но в многих чартерных компаниях лодку вывозят на заправку и с нее уже непосредственно стартуете и на эту же заправку вы должны вернуть вызвать маринера из чартерной компании и он приезжает и уже заводит ее в марину либо есть вариант когда вы выходите непосредственно с пирса швартовки однозначно учить надо на практике но давайте смотреть на те знания которые которыми должен обладать человек получивший первую лицензию и так вам нужно выйти в хорошую погоду скорее всего безветренную скорее всего идеальную то есть вам нужно уметь читать прогноз погоды то есть иметь обладать знаниями по метеорологии окей хорошо но какими знаниями по метеорологии вам нужно понимать как формируются шторма или ураганы в атлантическом океане нет вам нужно понимать что данная про данный прогноз погоды который вы почитали прямо стоя там кассы марины что в нем будет написано что будет слабый ветерочек солнышко вся хорватия например такая за неделю или две недели вашего перехода вам нужно никого не угробить то есть грубо говоря сделать так чтобы люди которые находились у вас на лодке не делали какие-то глупости то есть это опять-таки здравый смысл далее вам нужно стать на якорь если вы не уверены и боитесь стать на якорь вы становитесь на буй в большинстве стран таких как хорватия когда вы говорите о том что я становлюсь на буй приезжает миллион человек которые за деньги с огромным удовольствием вас поставят на свой буй еще и привезут пиво из ресторана так вот здесь вам нужно просто правильно подойти к будет здесь особых знаний навыков не нужно далее вам нужно походить вот так вот неделю и потом вернуться на заправку и пришвартовать лодку и лон сайт либо зайти на пирс но если вы не уверены в своих силах то вы вызываете assistance скорее всего выйдет куча людей которые вам с огромным удовольствием помогут поэтому все что нужно для первой лицензии и для возможности выйти в море это небольшой набор знаний если вы обладаете теорией плюс у вас есть две недели практики получить практику из от того что я вам рассказал за две недели вполне реально естественно вы не станете там полноценным капитаном который пойдет там в трансатлантический переход или там еще куда-то дальше каких-то сложных условиях когда там плохая погода и так далее но это все постепенные шаги то есть вы будете развиваться вы будете учиться вы будете получать следующие лицензии совершенствовать свои практики со временем конечно вы накопите необходимый багаж знаний и будете уже более опытным но для первой лицензии выхода на недельку на лодке или на катамаране который находится когда вы нацелить и в идеальных условиях ничего такого невозможного чтобы вам невозможно было выучить за две недели постоянной нормальной практике поэтому не бойтесь этого совершенно ну что друзья вот еще один очередной выпуск ответов на вопросов блин ответы на вопросы блин очередной выпуск ответов на вопросы это сказал подошел к концу напоминаю что вам нужно обязательно оформить подписку проверить колокольчик проверить лайкнули вы данное видео обязательно комменты вы знаете что я на них вам отвечаю с огромным удовольствием вспомнить о том что у меня есть instagram вот он снизу опять загорелся подписывайтесь на instagram в том числе и уже через несколько дней мы с вами опять встретимся уже в каком-то новом и прикольном видео в котором я вам буду рассказывать опять про яхтинг ну что друзья до скорой встречи пока